Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале English Galaxy. И по вашим заявкам продолжаем данный плейлист Практическая грамматика английского языка с нуля. Урок 50. Вторая часть. Значит, друзья мои, мы с вами отрабатываем именно досконально тему Past Simple. Все аспекты, все тонкости. У вас уже было 150 пунктов для перевода. Обязательно пишите про ваши результаты. Это уже не для нуля. Это уже не для начинающих. У нас все сложнее и сложнее материал. Мы двигаемся к уровню Advanced. Это полный курс по грамматике. Такой всеобъемлющий. Значит, и с вами последняя часть практики. И далее новые темы. Значит, кратится отвечу на ваш комментарий. Далее мы перейдем к основной части. So, we want, мы хотим, more similar lessons on several rules. Мы хотим больше похожих уроков. То есть, надо говорить просто more. То есть, they не нужно. They мы используем, когда перед, соответственно, существительным. Там, мне нравятся, соответственно, эти уроки. Там, I like these lessons. Эти уроки интересные. The lessons are interesting. То есть, имеется в виду, the lessons are interesting. Мы говорим, имеется в виду, что в смысле эти. The lessons are interesting. Мы имеем в виду, что эти уроки интересные. Но, друзья мои, мы с вами не используем артикль the перед прилагательными. Не используем. Не используем. То есть, даже когда мы говорим просто, мне нравятся интересные уроки. Мы с вами скажем, I like interesting lessons. Interesting lessons. Мы с вами говорили, что мы используем артикль, соответственно, перед прилагательными во множественном числе. Во множественном числе мы не используем. То есть, соответственно, мы автоматически не можем сказать A или N. Почему? Потому что A или N только в единственном числе ставятся. Мы говорим, it's an interesting lesson. Мы, соответственно, говорим с вами, это интересный урок. It's an interesting lesson. Это интересный урок. Мы можем сказать, мы можем поставить артикль перед прилагательным, если дальше идет существительное. Мы говорили про эту связку. Прилагательное. Артикль прилагательное и существительное. Если множественное число, мы автоматически не можем поставить A или N, потому что A или N, это, соответственно, у нас только единственное число. И также мы не ставим артикль, если множественное число. Мы не ставим также и D артикль. Мы так не делаем. I like interesting lessons. Мы не можем. То есть артикль уже there у нас ставится непосредственно перед, соответственно, существительным, соответственно, как мы здесь написали, the lessons are interesting. И, соответственно, в конструкции more не нужен артикль. Можно сказать, я хочу больше уроков или мы хотим. We want, там, больше уроков, more lessons или more similar lessons. Отличные на самом деле. Что употребляется? Более сложные, прилагательные. Мы с вами будем обхватывать новые слова. Это просто отлично. We want more lessons или we want more similar lessons. Or, то есть по поводу on, там, on, там, или on grammar. Или, например, on по поводу этого правила. On this rule. Он переводится как по поводу касательно. Мы с вами также будем прорабатывать предлоги. Значит, на самом деле, отлично, что вот уже сложные такие слова. Видите, similar, is several. То есть отлично. Ну, просто надо еще поработать над грамматикой. И такое пожелание писать конкретно по каким правилам. Потому что, ну, для меня просто не очень понятно. We want more similar lessons on several rules. По некоторым правилам. Желательно указать, какие правила. Ну, друзья мои, вы не волнуйтесь. Мы с вами все отработаем. У меня, на самом деле, гигантский опыт с этими за плечами. И вот эта тема по симпульсам будет у нас тема специальный вопрос. Там будет много-много практики. Здесь делается наибольшее количество ошибок. Так просто мы с вами не отработав, не уйдем. И еще вкратце. Значит, всегда рад, когда ваши комментарии на русском языке, на английском языке. Вот такой комментарий. Ну, друзья мои, недавно пришел. Значит, thank you for your hard work. Спасибо тебе за твою усердную работу. As for me. Что касается меня, your lessons are the best. Твои уроки самые лучшие for learning English by myself. Для изучения английского самостоятельно. Видите, by myself – это фраза. Почему for learning? Потому что for – это для. Learning – изучение. For learning English by myself. To tell the truth – сказать правду. То есть мы с вами говорим to tell you the truth. Сказать тебе правду или to tell the truth. И так и так можно. В принципе, это хороший оборот. I watched lots of videos by other teachers. Я посмотрела множество видео других учителей. By означает кого. By other teachers других учителей. And I came to the conclusion. И я пришла к выводу. That I made – я сделала правильный выбор. Вот, на самом деле, смотрите. Очень хорошо, что пишете на английском. Хорошие фразы, хорошее выражение. Но помните, мы с вами говорили. Соответственно, это лучшее решение. Значит, это лучший выбор. Это правильный выбор. Значит, это выражение – it's the right choice. Это правильный выбор. It's the right choice. То же самое. Отлично, что глагол make. Мы действительно используем фразу make a choice. Но мы говорим – I made the right choice. Это просто устойчивая фраза. I made the right choice. Мы с вами как раз будем дополнять наши уроки разными фразами, чтобы действительно все было на автомате и правильно. I made the right choice. И, соответственно, я стараюсь – I try to watch your videos every day. Я стараюсь смотреть это видео каждый день. Moreover, более того, I do your exercises regularly. Я делаю твои упражнения регулярно. Это отлично. Именно упражнения. Только много-много практики. И на самом деле, я когда сам хотел учить английский язык, я открывал различные книги и просто было непонятно мне, потому что примеры были неудачные, просто неудачные. И был очень быстрый переход от прословок сложных, я ничего понять не мог. Это неэффективно. Нужно много-много практики досконально отработать и поэтапно. Но в обычном учебнике просто не вместить. Вот у меня, смотрите, друзья мои, уже 1666 слайд этой презентации. Это только этого плейлиста, и он еще не закончил. Еще это действительно огромный, колоссальный материал, тем более в видеоформате. Это прорыв. I do your exercises regularly. I really like learning English. Мне действительно нравится учать английский. And I do it for pleasure. И это делай для удовольствия. I wish you and your family all the best. Я желаю тебе и твоей семье all the best. Все самое лучшее. Друзья мои, еще один момент расскажу по поводу этого комментария. И действительно, очень хороший английский язык. То есть, все достаточно грамотно. Отлично. Такие фразы интересные. Мы также будем наш курс усложнять. Вы не переживайте. Действительно, вывести на новый уровень. И здесь еще такой момент. Смотрите, чисто по грамматике. I came to the conclusion that I made the right choice. Вы спрашиваете, сколько времен будем изучать, друзья мои. Опять же, это лишь обманчиво, что курс с нуля. Он с нуля, но не для нулевиков, не совсем для нулевиков. Мы с вами будем до уровня Advanced. Так запланировано. И, соответственно, друзья мои, вот здесь такое время. Смотрите, я пришел к выводу, что сделал правильный выбор. Это имеет в виду, что я пришел к выводу, что сделал правильный вывод. Сделал правильный вывод до того момента, как пришел к выводу. Поэтому здесь логично употребить другое время. Мы с вами тоже собираемся проходить. Это время, соответственно, past perfect, предпрошедшее время. Здесь логично употребить that I had made. Had и третья форма глагола. That I had made the right choice. То есть, это предпрошедшее время. То есть, то время, которое совершилось до того прошедшего времени. Смотрите, я пришел к выводу, что сделал правильный выбор. Но сделал правильный вывод еще до того момента, как пришел к выводу. Поэтому для меня логично здесь именно употребить past perfect. Had made the right choice. Друзья мои, но вы не переживайте, все отлично. Мы с вами также будем проходить другие времена. Конструкция. Окей, good. Итак, друзья, thank you. И мы с вами переходим к основной части. Итак. Ваша задача, опять же, переводить правильно и делать это достаточно быстро. Я решил посмотреть весь плейлист. Я решил посмотреть. I decided to watch all the playlists. I decided to watch all the playlists. Вопрос. Ты звонил своему родственнику вчера? Ты звонил? Did you call своему родственнику your relative вчера yesterday? Did you call your relative yesterday? Я не хотел пойти в другое место. Я не хотел. I didn't want пойти to go в другое место. To another place. I didn't want to go to another place. Вопрос. Вы были вместе? Вы были. Were you вместе together? Were you together? Вопрос. Ты подготовился к этим экзаменам? Ты подготовился? Did you prepare к этим экзаменам for these exams? Did you prepare for these exams? Я знал, как сказать это. Я знал, я знал, I knew, как сказать это, how to say it. I knew how to say it. Вопрос. Ты улучшил свои навыки письма? Ты улучшил? Did you improve? Свои навыки письма? Your writing skills? Did you improve your writing skills? Мой друг поехал домой. В смысле на машине. Мой друг поехал на машине домой. Без всяких предлогов мы сами это разбирали. Мой друг ехан. Мой друг. Мой друг-пись 훨씬. Я понесет знаю. To watch all the playlists. Мой друг. Мой друг не хожу. Помогteen. Мой друг. В告 عل queda. Алomatource. Ты pottery. Мой друг. Х panelists. Она нарисовала его лицо. Она... She drew... Его лицо his face. He drew his face. Мне очень понравилось смотреть твои видео. Мне очень понравилось. То есть я обожал. I enjoyed смотреть твои видео, your videos. I enjoyed watching your videos. Я улучшил английский очень сильно благодаря этому каналу. Я улучшил. I... Улучшать будет improve. I improved свой английский. My English. Очень сильно. Сильно это будет a lot. Очень сильно это слово greatly. То есть значительно greatly. Благодаря этому каналу. Thanks to... Thanks to this channel. I improved my English greatly thanks to this channel. Мы не решили ту проблему. Мы не решили... We didn't solve ту проблему. That problem. We didn't solve that problem. Я выбрал твой метод. Я выбрал... Я выбрал... I chose... Твой метод... Your method. I chose your method. Я понимал тебя без каких-либо проблем вовсе. Я понимал тебя... I understood you без... Without... Каких-либо проблем... Without any problems... Вовсе at all. I understood you... Without any problems at all. Вопрос. Это произошло с ним? Did it happen... С ним... To him? Did it happen to him? Она полетела в Америку. Она... She flew... В Америку... To America. She flew to America. She drew his face. I enjoyed... Watching your videos. I improved my English greatly... Thanks to this channel. We didn't solve that problem. I chose your method. I understood you... Without any problems at all. Did it happen to him? She flew to America. Событие не было таким важным. Событие не было таким важным. The event... Не было... Wasn't... Таким важным. So important. The event wasn't so important. Он держал свои деньги в безопасном месте. Он держал... He kept... Свои деньги... His money... В безопасном месте... In a safe... Place. He kept his money in a safe place. Вопрос. Она всегда помогала тебе? Did she... Всегда... Always... Помогала тебе? Help you? Did she always help you? Ты достиг своей цели? Ты... Did you... Достиг... Achieve... Свои цели? Your aim? Did you achieve your aim? Он выбросил это. Он выбросил это. He... Threw it away. He threw it away. Он не улучшил свое произношение. Он не улучшил... He didn't... Improve. Свои произношения. His... Прононсейшн. He didn't improve his pronunciation. Значит, это был... Большой успех. Это был... It was... Большой успех. A big success. It was a big success. Я начал говорить по-английски регулярно. Я начал... I started... Говорить по-английски... Speaking English. I started... Speaking English... Регулярно... Regularly. I started... Speaking English... Regularly. Игра вовсе не была скучной. Игра... The game... Вовсе не была скучной. Wasn't... Не была скучной вовсе. Именно такой порядок слов. Wasn't boring... Вовсе at all. The game wasn't boring at all. Она действительно понравилась мне. Она действительно понравилась мне. I liked it. Она мне понравилась. Мне действительно она понравилась. I really liked it. The game wasn't boring at all. I really liked it. The event wasn't so important. He kept his money in a safe place. Did she always help you? Did you achieve your aim? He threw it away. He didn't improve his pronunciation. It was a big success. I started speaking English regularly. The game wasn't boring at all. I really liked it. Вопрос. Ты решил остаться дома? Ты решил... Did you decide... Остаться дома? To stay at home. You decided to stay at home? Я чувствовал себя хорошо. Я чувствовал... I felt... Себя... Хорошо... Good. I felt good. Именно так. Мы с вами говорили, что себя мы здесь не переводим. Feel... И далее вы говорите, что... I felt good. I felt bad. Далее. Мы наконец встретились. Мы наконец встретились. We... Met at last. Продержащие сказуемые. We met at last. Вопрос. Она улучшила свои результаты? Она... Did she improve... Свои результаты? Did she improve her results? Это не было лучшим решением. Это не было... It wasn't... Лучшим решением... The best decision. It wasn't the best decision. Решение было очень плохое. Решение... The decision... Было очень плохое. It wasn't the best decision. The decision was very bad. Значит... Вопрос. Ты был в Канаде два года назад? Ты был в Канаде? Were you... В Канаде... In Canada? Were you in Canada два года назад? Two years ago? Two years ago? Were you in Canada two years ago? Они были вместе? Они... They... And... Pay... ...за него... For her. You didn't pay for her. Did you decide... To stay at home? I felt good. We met at last. Did you improve your results? It wasn't the best decision. The decision was very bad. Were you in Canada two years ago? They were together. He didn't pay for her. Далее. Она нашла хорошо оплачиваемую работу. Она нашла хорошо оплачиваемую работу. A well-paid job. Она сказала мне позвонить ему. Она сказала мне позвонить ему. Я не смотрел все твои видео. Я не смотрел. I didn't watch все твои видео. All your videos. I didn't watch all your videos. Далее. Это ничего не означало. Это ничего не означало. Два варианта, как это можно сказать. Это ничего не означало. It meant nothing. Или же. Or. It didn't mean anything. Или так. В отрицании. То есть, или nothing, это ничего не означало. Мы с вами говорили, что nothing уже не нужно в отрицании. Или же. It didn't mean anything. Я написал очень длинное сообщение. Я написал I wrote очень длинное сообщение. A very long message. I wrote a very long message. Он не поехал в Америку в прошлом году. Он не поехал. He didn't go в Америку to America в прошлом году, last year. He didn't go to America last year. Он упал. Мы с вами упал на землю. Имеется в виду I сломал ногу. Он упал. Он упал. He fell down. И сломал ногу. And. Broke. Ногу. We're going to. Broke his leg. He fell down. And broke his leg. She found a well paid job. She told me to call him. I didn't watch all your videos. It meant nothing. It didn't mean anything. I wrote a very long message. He didn't go to America last year. He fell down and broke his leg. Это не было важным событием для нас. Это не было. It wasn't. Важным событием. An important event для нас. For us. Оно было неважным. Оно было. It was. Неважного одно слова. Unimportant. It was unimportant. It wasn't an important event for us. It was unimportant. Я ненавидел разговаривать о той проблеме. Я ненавидел. I hated. Разговаривать. Talking. О той проблеме. About that problem. I hated talking about that problem. Он покормил свою собаку. Он покормил. He fed. Свою собаку. His dog. He fed his dog. Она купила очень мощный компьютер. Она купила. She bought. Очень мощный компьютер. A very powerful computer. She bought a very powerful computer. Цена резко упала. Цена. The price резко упала. Fell. Подлежащее сказуемое. Потом уже sharply. Резко. The price fell sharply. Экзамен не был сложным. Экзамен. The exam не был сложным. Wasn't difficult. The exam wasn't difficult. Он был легким. Он был. It was easy. Easy. The exam wasn't difficult. It was easy. Я выпил чашку кофе. Я выпил. I drank чашку кофе. A cup of coffee. I drank a cup of coffee. It wasn't an important event for us. It was unimportant. I hated talking about that problem. He fed his dog. She bought a very powerful computer. It wasn't an important event for us. The price fell sharply. The exam wasn't difficult. It was easy. I drank a cup of coffee. I drank a cup of coffee. Он солгал ей. Он солгал ей. He lied to her. He lied to her. Если у вас много ошибок, если ошибок больше 10%, то нужно еще более тщательно прорабатывать уроки. 15-10% это допустимо. Если больше, значит нужно работать, работать, еще раз работать. Далее вопрос. Он улучшил свой уровень. Он улучшил. Did he improve? Свой уровень. His level. Did he improve his level? И здесь утверждение. Я выиграл. Значит, в том соревновании. Я выиграл. Я победил. I won. В том соревновании. In that. В соревновании будет competition. I won. In that competition. He lied to her. Did he improve his level? I won. In that competition. Друзья мои, отлично. Обязательно пишите, какой ваш результат. И мы с вами, друзья мои, далее двигаемся по нашему плейлисту. Thank you. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...